Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтык. Сегодня начинаем делать корпус для нашего электротранспорта, так что ставьте лайки и подписывайтесь. Взял вот такую деталь от гироскутера и сейчас смотрю отверстия. Если они сходятся с родным отверстием, значит мы можем делать шаблон 3D-модели прямо по нему. Итак, как же я делаю, чтобы перенести дырки от отверстий для корпуса? В общем, взял шаблон, бумагу, да, поскольку мы не можем просунуть ручку в дырку, соответственно, вот так, и начертить точечку, то я беру, протыкаю вот так, ну и оставляю, соответственно, в отверстие, чтобы дырки примерно сходились. Потом сейчас промерю все это дело, сделаю 3D-моделечку. Примерно вот так на данный момент выглядит схема. Примерный набросок с помощью штангель-циркуля, рулетки и линейки, потому что некоторые моменты было тяжело померить. В общем, примерно выглядит вот так. И на чертеже в компьютере это выглядит вот так. Так, ну что, дамы и господа, вот такая 3D-моделечка у меня получилась. Соответственно, дырки 4 мм под винты. И вот такой контур я сделал. Печататься это будет где-то 2 часа, и уйдет 21 грамм пластика. Сделал 3 мм. Будем надеяться, что все отверстия подойдут. Если нет, придется переделывать. Итак, печатается 3D-моделечка у нас. 74% уже. Осталось совсем-совсем чуть-чуть. Печатаю, как всегда, по классике ABS-пластиком. Вот такой цвет. По мне, потрясающе получается. Вот они, отверстия. Да, друзья, деталечка 3D готова. Но проблема в том, что я просчитался с отверстиями. Видите? На каком расстоянии здесь отверстие, и где находятся дырки. То есть тут и тут. Так, в общем, как можно проще проверить отверстия. Да, тут вот всякие торчащие элементы. Здесь вот так можно приложить по дыркам, да, и посмотреть. Здесь все сходится. Так что по-быстрому переделаю модель. Итак, 3D-печать корпуса продолжается. Тем временем уже третья итерация этой детали. Вот здесь все сошлось у нас. Сделал отверстие 5 мм, а вот эти, соответственно, 4 мм. Ну, винты. Вот. И получается, что значит? Вот здесь нужно немножко левее сделать. Здесь надо немножко правее. И, соответственно, вот эти детали тоже подогнать правее. Ну, тут вот так не смотрите. Я сделал просто, скажем так, без вот таких пимпочек в этот раз. Чтобы печаталось немножко быстрее. Так что четвертая деталь, я думаю, должна уже сойтись практически идеально. Вот смотрите. Корпус тут можно сделать, знаете, как даже особо не заморачиваться. Подогнать тоже по размеру вот сюда эту деталь. Здесь практически плоскую сделать. А здесь, здесь можно даже, ну, лучше, конечно, закрыть вот так какой-то панелью тоже. Ну, можно что-то и другое придумать. Кстати, вот пишите в комментариях по этому поводу, как бы вы сделали. Ура, друзья, наконец-то модель номер 5. Вот этой пластиковой детали наконец-то сошлась по всем отверстиям. То есть, все скрутил, все теперь идеально. Теперь мы знаем точные размеры. Можем печатать такую деталь. 5 вариантов потребовалось от демо-версии, да. Вот так вот переделать. Это 3 варианта. Еще один прикручен к пластику. И вот так вот это дело выглядит теперь. То есть, все идеально сходится. Все дырочки, все пимпочки, все легко закручивается. И готово. Ну что, друзья, финальная деталь на данный момент. Номер 6. Шестая распечатка. И вот такая красота получилась. Решил даже имя написать здесь. И очень неплохо получилось. Деталь только что буквально сделалась. И потихонечку отлипает от стола. Видите, как трещит. Будем сейчас прикручивать и посмотрим, что получится. Итак, дамы и господа, вот так выглядит корпус в данный момент на моем электротранспорте. В общем, что-то типа того у меня получилось. Даже сделал надпись RFAIL HITECH. В общем, все идеально подошло. Ну, сделал пока что вот так, да. Не стал вот это все вымерять. Думаю, в первой версии пока что пойдет. Теперь, что нужно будет сделать. Я посмотрю, подходит ли эта накладка сюда. Соответственно, в эту сторону. Ну и что-то соображу тоже вот с этим. Вот. И, в принципе, перемещаюсь я в закадровую работу. И уже потом корпуса готовы. И вот так это выглядит. Все спрятал под эти кожухи. Также все, конечно же, заизолировал. То есть, там ничего замыкать не будет. И будет все работать, в принципе, прилично. Вот так это дело смотрится. Осталось разработать вот сюда особый кожух. И можно, в принципе, продолжать. Так, вот здесь провод идеально в щелочку поместился. Так что не нужно было даже что-то мудрить. Так что вот такая красота у нас получается. Все, подписывайтесь на канал, друзья. И смотрите продолжение. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok